По итогам 2023 года в России не закрыты сотни учительских вакансий. Чаще всего не хватает учителей начальных классов. Дефицит есть и преподавателей по базовым предметам. Русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. А за учебный год 2023-2024 зафиксирована нехватка педагогов по начальной военной подготовке. Напомним, что в российских школах с 1 сентября прошлого года вели курс НВП. Решить эту проблему по нехватке специалистов попробуют в Тверской области, как узнал наш корреспондент. Предмет под названием начальная военная подготовка существовал в школах до 90-х годов. На нем ребята разбирали и собирали автоматы, стреляли из пневматических винтовок и ходили строем. Но в середине 1990 года этот предмет убрали из школьной программы. И сегодняшние ребята зачастую не просто не знают, как собрать и разобрать автомат, а порой и вовсе никогда не держали его в руках. А упразднение этого предмета из школьной программы привело к утрате сотен специалистов, которые раньше преподавали его. Мы приняли решение идти на аккредитацию и создавать тот коллектив, который может именно обучать педагогов, которые сумеют уже этот предмет преподавать детям. Он создан методический материал, который в данный момент времени уже прошел, там, рецензирование Министерства обороны, как профильное все-таки министерство. Можно сказать о том, что мы на финальной стадии, в августе, в сентябре, мы уже сумеем приступить к этой деятельности. НВП дает возможность воспитать у школьников чувство патриотизма, подготовить их к службе в армии, научить правильно вести себя в экстренных ситуациях. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому возвращение этого предмета в школьную программу для учащихся старших классов не просто даст возможность разрушить некоторые стереотипы, которые формировались в последние годы о службе в армии, но и поможет повысить престиж военных специальностей, который сейчас и так стремительно растет. Сейчас эта задача достаточно многоплановая. У нас растет интересующаяся интеллектуальная молодежь. Они находятся в большом информационном поле, к ним поступает огромное количество данных. Поэтому и донести, что такое хорошо, что такое плохо, сейчас несколько сложнее. Поэтому, как минимум, педагог должен уметь донести и разговаривать с подрастающим поколением на его языке. Однако нехватка учителей, которые в последние годы фиксируются в России, становится камнем преткновения в работе военно-патриотической направленности. Именно эту, по сути, государственную задачу пытаются решить Тверская региональная военно-патриотическая организация «Наука побеждать». Специалисты разработали полноценную программу по обучению и переподготовке педагогов, которые будут обучать ребят начальной военной подготовки. Мы единственный учебный центр в России пока, который готовит таких специалистов. Переобучает, точнее, так сказать, будет. Программа разделена на три основных. Это дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации. Также в ближайшее время центр «Наука побеждать» планирует открыть авиакружок. Он будет работать исключительно для детей. Ведь сегодня они школьники, а завтра солдаты, защищающие отчизну. Продолжение следует... Продолжение следует...